Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как изменилась жизнь пацанок четвертого сезона после проекта. А вы мне напишите в комментариях, за какую пацанку вы болели. Анастасия Иваненко после проекта жалуется на неожиданно большую популярность. Ее часто узнают на улицах и просят сфотографироваться. Кроме того, появилось много подписчиков в социальных сетях. В данный момент хочет наладить отношения с мамой, а также продает блокнотики на своей страничке в Инстаграм. Открыла такой маленький интернет-магазинчик. Что касается Кати Большаковой, то она смогла наладить отношения со своими близкими. Радуется, что теперь имеет возможность видеться с братьями. Ранее ее мама запрещала ей общаться с ними, опасаясь другого влияния. У Кати хорошие отношения с дедушкой, который после проекта подарил ей квартиру и попросил закончить университет, в который Катя поступила ранее. Вика Алехина после проекта крайне не согласна с решением судей отдать победу Жене Мазуру. А вы напишите, согласны вы с этом или нет. По мнению Вики Алехиной, она достойна победы не меньше, чем говорит в своих роликах. Смогла наладить отношения с приемной матерью, однако с сестрой пока не получается. Бросила учебу в Краматорске, а также перестала заниматься мини-футболом. Сейчас девушка переехала в Киев и устроилась на работу на автомойку. Однако планирует и дальше развивать и повышать свой заработок. Юлия Чайгренец после проекта решила заняться благотворительностью. И даже провела так называемый марафон доброты, где смогла собрать деньги для детей-сирот. Сообщая, что на нее много жалуются и говорят, что она вовсе не изменилась. Однако девушка говорит, что внешние изменения никогда не были для нее в приоритете. Главное было измениться самой и обрести душевное спокойствие. Женя Мазур после победы обратилась в реабилитационный центр, чтобы окончательно бросить наркотики. Радуется, что проект дал ей возможность измениться. В данный момент переехала в Киев, куда хочет забрать и маму с братом. Сейчас работает на должности баристы в кофейне. Деньги, выигранные в проекте, потратила на лечение. Оставшуюся сумму отдала маме с братом. Также обновила свой гардероб. Золотую брошь хранит дома. По ее словам, она ее мотивирует двигаться дальше. Еще немного слов о других участницах. Вика Кашутина всерьез занялась вокалом. Уже записала первую песню. А летом планирует записать альбом и надеяться, что ее будут приглашать на различные выступления. А Влада Роговенко, которая сейчас беременна, как оказалось, уже планирует свадьбу со своим любимым человеком. И даже задумывается о втором ребенке. Напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего и согласны ли вы с победой Жени Мазур. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.